В прямом эфире живая тема и у меня в гостях Анастасия Олеговна Крива, заведующая отделом социальной защиты населения администрации Кубышевского района. Сегодня мы говорим вообще о национальных проектах, поговорили мы о том, что такое национальный проект демографии, как он реализуется. Анастасия Олеговна, скажите, пожалуйста, какие еще услуги оказываются в вашем отделе? Ну, как я уже говорила, в нашем отделе оказывается более 50 услуг. Это различные абсолютно меры социальной поддержки, это помощь семьям с детьми и помощь в оплате коммунальных услуг, в частности, субсидии, компенсации, предоставление различных льгот в натуральном виде отдельным категориям граждан, ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям. Это и адресная помощь и поддержка граждан, пострадавших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. То есть, это целый комплекс услуг, в принципе, практически каждый человек может чем-то из того, что мы предлагаем, воспользоваться. О чем-то мы сегодня поговорим чуть попозже, но прямо сейчас вопрос такой, вы говорите адресная помощь, что это такое? Я не имею представления, о чем идет речь, расскажите, название как-то интересное. Ну, здесь речь идет о том, чтобы оказывать, скажем так, помощь гражданам целенаправленно, конкретному человеку по обращению. Адресная социальная помощь – это пособие, которое выплачивается гражданину в случае, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. Будь то лечение или же, не дай бог, скажем так, стихийное бедствие или что-то случилось, пожар. В принципе, это помощь направлена гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума. Размер этой помощи, он индивидуален в случае, если это, скажем так, ситуация не суперэкстремальная. Если же это экстремальная ситуация, то размер пособия оказывается в размере прожиточного минимума. Гражданин может обратиться либо в отдел соцзащиты, либо в многофункциональный центр и сдать пакет документов для того, чтобы получить данную услугу. Ну, кстати, по поводу стихийных бедствий у меня есть вопрос, об этом тоже чуть попозже, не будем забегать вперед. Сейчас расскажите, пожалуйста, все о поддержке молодых семей. Вы уже об этом, мы уже вначале об этом чуточку затронули эту тему, но все-таки, что сейчас актуально, все о поддержке молодых семей? Ну, молодые семьи у нас поддерживаются, как я уже говорила, в рамках национального проекта. Это 5 конкретных выплат всего для поддержки семей с детьми. Более 20 выплат у нас различного характера. Это и пособие, ну, скажем так, родился ребеночек, начиная с рождения и далее уход за ребенком, детское пособие, пособие на приобретение молочных продуктов, на полноценное питание. Если же это первый ребеночек, то, соответственно, на первого ребенка. Если же второй, то размер пособий, который я ранее называла, он как-то будет изменяться, в частности, пособие по уходу. Что касается выплаты, которая на первого ребенка, то в случае, если у вас родился второй ребенок, ей тоже можно воспользоваться, но за счет средств материнского капитала. Перед нами лежит памятка для родителей, которую мы принесли. И тут вот множество цифр. Я так понимаю, что это вот все пособия, которые могут выплачиваться. Я смотрю, здесь не везде смехотворные цифры. Есть вот сумма более 10 тысяч рублей. За что это? Это как раз-таки выплата в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка. Право на эту выплату имеют семьи, у которых доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. То есть, если сейчас прожиточный минимум в районе 10 тысяч, он варьируется, то для того, чтобы получать данное пособие, семья может иметь доход и чуть-чуть больше прожиточного минимума. Хорошо, такой вопрос. Если вообще молодая семья впервые ждут ребенка, собираются стать родителями, как вообще узнать о том, на что можно претендовать? Где это узнать и к кому обращаться? Вариантов очень много. Мы ведем активную информационно-разделительную работу. У нас есть своя страница в Инстаграм, в Одноклассниках. Мы стараемся размещать информацию на официальном сайте администрации в нашем разделе. Ну и, в принципе, вы можете обратиться за консультацией либо в наш отдел, либо в любой многофункциональный центр. Там гражданам тоже предоставляются такие консультации. То есть, вы можете прийти, рассказать о вашей семейной ситуации и получить довольно компетентный ответ. Как часто проводятся приемы граждан? Или это можно сделать в любой рабочий день? В нашем отделе, в частности, это можно сделать в любой рабочий день. Порой и не в рабочий день, и не в рабочее время. Бывает всякое. Мы всем всегда рады, никому не отказываем. Во всяком случае, если мы не можем помочь по каким-то причинам в оформлении пособия, то мы хотя бы можем разъяснить гражданам дальнейшие, скажем так, их действия. Что им нужно сделать для того, чтобы это пособие получить? Понятно. Ну что ж, демографию мы обсудили, родителями мы уже стали, получили ежемесячную выплату. Но теперь нам пора покупать свое собственное жилье, а жилье, естественно, коммунальные услуги. Скажите, пожалуйста, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Что это за услуги и можно ли сейчас ее вообще получить? Если можно, то как? Конечно, это тоже государственная услуга. Она предоставляется либо собственникам жилого помещения, то есть хозяевам дома, скажем так, либо нанимателям оформленным в должном, скажем так, виде, потому что у нас люди, к сожалению, зачастую путают немного обычный съем жилья, и когда они являются непосредственно нанимателями в жилом помещении. Здесь ограничения по доходам тоже есть, но оно не столь критично, скажем так, прожиточный минимум превышения на рубль или два не дает оснований для того, чтобы не получать это пособие. Здесь расчет немного сложнее, и вообще субсидия – это очень, скажем, такая непростая услуга, потому что при расчете учитываются все члены семьи, очень много всяких факторов для того, чтобы определить размер пособия. Но, в принципе, в двух словах, если 20% от совокупного дохода семьи не превышает размер регионального стандарта, установленного для оплаты, скажем так, это предельно допустимая доля расходов. Это 20% от вашего дохода. 20% сравниваем с региональным стандартом в случае, если они превышают, соответственно, и от этого будет расчет жилищной субсидии. В двух словах не скажу, потому что сложновато. Только хотел сказать, давайте вместе почитаем, понял, что это достаточно сложно, но тем не менее мы приблизительно прикинули, вроде как мы подходим под стандарты. Что делать дальше? Вот я хочу рассчитывать, давайте поиграем с вами в виртуальную игру. Я вот молодой родитель, по поводу памятки для родителей я все выучил, тут я разобрался. Все-таки хочу получить какую-то субсидию для того, чтобы чуть-чуть меньше платить за коммунальные услуги. Что мне нужно делать? Какой пакет документов собирать и куда его нести? Ну, нести его в первую очередь либо в многофункциональный центр, либо непосредственно в отдел социальной защиты. По пакету документов я бы, конечно, тоже могла очень долго вам рассказывать. Все дело в том, что все абсолютно индивидуально. Хозяин вы дома, наниматель вы дома, в браке вы, не в браке, сколько детей, какие граждане с вами совместно проживают, какими услугами вы пользуетесь. Это все влияет на то, чтобы, собственно, оформить ту самую же личную субсидию. То есть, если конкретно рассматривать какую-то отдельную семью, то все несложно, потому что все люди прекрасно понимают, кто кому кем приходится, а рассказать какое-то общее, ну, скажем так, то, что подойдет абсолютно для всех, к сожалению, нереально. Хорошо, но тем не менее мы продолжаем играть. Я все-таки взял пакет документов, ну, какой обычный, ну, паспорт точно взял, пришел в многофункциональный центр, в МФЦ, так скажем, с паспортом я говорю, вот моя фамилия Иванов Иван Иванович, я хочу такую-то, такую-то субсидию. И тогда уже в многофункциональном центре мне расскажут, что мне нужно. Да, обязательно расскажут, проконсультируют. Если вам что-то непонятно, милости просим в отдел соцзащиты. Вообще, насколько долгая процедура оформления той или иной субсидии, той или иной услуги? Насколько это вообще долгое? В принципе, это недолго. Максимальный срок предоставления – 10 рабочих дней. То есть, по итогам вот этого времени, это максимальное то, что может быть. Единственное исключение составляет в случае, если для того, чтобы получить эту услугу, нам нужны какие-то сведения за пределами Ростовской области, и, соответственно, какое-то время могут занять запросы. А все остальное, в принципе, в стандартном режиме – 10 дней. 10 дней? Через 10 дней вы уже предпринете решение? Вы будете знать, да, назначена вам жилищная субсидия или же нет. Понятно. Прямо в эфире Анастасия Олеговна Криво. Живая тема. Мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы споработим. Давай ты будешь за рулем, А я хочу ловить знаки. Мы на планете вдвоем, Но весь мир будет между нами. И воевать и мириться, Хохотать и молиться. Ты будешь за рулем, А я буду крыться в деталях. Мы все парадоксы возьмем И напишем их в комментариях. Пусть все бездевятся И больше не злятся. Все, что есть хорошее, Все, что есть плохое, Это все в одном тебе. И немного во мне выбрали все Из головы Ключи музыку, Ключи музыку. Выбрали все Из головы Пусти музыку, Пусти музыку. Давай мы на краю земли Выбросим в небо монеты, Они упадут у зари, Согреются розовым светом, И нам улыбнуться, Попросят вернуться, Сомнений теперь больше нет. Мы будем смотреть на звезды, Узнаем волшебный ответ, И все станет очень просто. Мы будем смеяться, Всегда обниматься. Все, что есть хорошее, Все, что есть плохое, Это все в одном тебе. И немного во мне выбрали все Из головы Ключи музыку, Ключи музыку. Выбрали все Из головы Пусти музыку, Пусти музыку. Пусти музыку. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы эту работу ведем давно, поэтому все здесь тоже налажено и отлажено, но мы были бы очень рады, если бы жители нашего района обращались к нам почаще, не отказывались, когда мы им предлагаем такую услугу, к сожалению, и такие случаи бывают, мы предлагаем, но люди по каким-то своим причинам отказываются, поэтому мы вас приглашаем, приходите, рассказывайте, куда бы вы хотели поехать для того, чтобы это было интереснее вашим детям. Вот только хотел спросить, ну не знаю, может люди боятся, знаете, как говорится, бесплатный сыр, простите, только в мышеловке, но с другой стороны давайте не будем об этом, хочется задать вам вопрос по поводу того, как вы планируете количество путевок, которые будут закупать, а есть ли вдруг людей придет больше, чем запланировано? Я вам хочу сказать, что к сожалению большому нет такого, чтобы у нас приходило значительно больше людей на те путевки, которые мы закупаем, зачастую мы людей просто уговариваем оздоровить своих детей. Я прекрасно понимаю, что это в связи с тем, что семье довольно-таки сложно собрать ребенка в лагерь, это все-таки более 20 дней он там находится, то есть обеспечить его какие-то первичные нужды, не у каждой семьи есть на это средства, но здесь мы тоже оказываем помощь всевозможную. Что касается планирования, все зависит от суммы денежных средств, которая нам будет выделена на следующий год, но безусловно мнение граждан будет учтено, то есть мы не будем закупать путевки туда, точнее на те виды оздоровления, в которых жители нашего района не нуждаются. Хорошо, мы все-таки поговорили, вспомнили о финансировании, скажите пожалуйста, вообще тенденция увеличения или уменьшения все-таки объемов финансирования поддержки населения, но если например сравнить за последние годы? Если сравнить за последние годы, то безусловно идет тенденция увеличения, мер социальной поддержки становится больше, их размер ежегодно индексируется и если сравнивать например с прошлым годом, то увеличение где-то порядка 7 миллионов. Это только в нашем Куйбышевском районе при общем объеме где-то около 150, но цифры на этот год еще не окончательные. Еще не окончательные. Хорошо, мы начали наш эфир о разговоре национального проекта «Демография», давайте им все-таки и закончим. Расскажите пожалуйста о формировании на территории Ростовской области системы долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография». Старшее поколение, расскажите вот какие планы, мы вот с вами до эфира говорили, давайте об этом поделимся с нашими слушателями. Система долговременного ухода это комплексная система по обеспечению каждого человека имеющего какой-то дефицит самообслуживания, не справляющегося самостоятельно с уходом. То есть основная цель, простым языком говоря, чтобы этот человек не чувствовал какого-то дискомфорта в связи с тем, что он не может утратить, скажем так, способность к самообслуживанию. То есть ранее все наши организации, или как это правильно сказать, работали различно. Не сообща, да. Отдельно существовали центры социального обслуживания, отдельно существовали, к примеру, там, пункты проката технических средств реабилитации, еще какие-то организации. Все это было раздельно. В дальнейшем планируется, чтобы все-таки все эти формы обслуживания объединить в что-то одно, в общую систему, которую назвали система долговременного ухода. В рамках этой системы вот в Куйбышевском районе в декабре месяце планируется открытие пункта проката технических средств реабилитации. То есть если человек по состоянию здоровья вдруг ему понадобилось что-то, например, те же костыли, ходунки или же, не дай бог, конечно, коляска, он может воспользоваться услугой бесплатного пункта проката. То есть он придет, заключит договор в центре социального обслуживания, срок договора порядка полугода. Если же вдруг возникнет необходимость его продления, то здесь вопросов не возникнет, просто на следующий период будет заключен договор. Но пока, к сожалению, это только план, поэтому если вдруг у кого-то, уважаемые радиослушатели, есть возможность оказать помощь нашему пункту проката, мы будем только признательны. Да, будущему мы будем только признательны, принимаем любую благотворительную помощь, даже если эти технические средства уже были в использовании. Я думаю, люди от них не откажутся, потому что стоимость их, к сожалению, с каждым годом все больше и больше. А порой они нужны буквально на короткий промежуток времени, я думаю, это будет неплохой палочкой-выручалочкой. Вот я любитель в прямых эфирах играть в виртуальные игры, хочу сказать, что совершенно недели полторы-две назад я повредил ногу на тренировке, и действительно ночью я уже не смог самостоятельно передвигаться, буквально там полтора суток я прям не мог самостоятельно передвигаться. Вот мне бы очень понадобились костыли буквально там на полтора-два дня. Скажите, пожалуйста, вообще есть ли будущее у этого пункта проката технических средств и реабилитации? Скажите, пожалуйста, с чего будет все начинаться? Ну, будет начинаться. Администрация будет выделять все-таки какие-то деньги для того, чтобы купить первичные какие-то... Ну, выделение средств, к сожалению, именно бюджетных, к сожалению, на эти цели не предусмотрено, но есть такая возможность, я думаю, как бы глава администрации тоже она озадачена этим вопросом. Мы будем собирать какую-то благотворительную помощь, это и попечительский совет нашего центра социального обслуживания, там у нас есть граждане и наши предприниматели, и, в принципе, любой человек, желающий помочь, мы будем очень признательны. Нет, ну вот это действительно хорошее дело, дай бог, чтобы услышали, откликнулись, напомню, что куда, собственно говоря, нужно обращаться, если кто-то захочет поддержать вас и оказать какую-то благотворительную помощь? Обращаться нужно в Центр социального обслуживания, он у нас находится на улице Цветаева, в селе Куйбышево, если нужно, номер телефона 8 863 48 31 7 97. Будем очень благодарны. 31 7 97, да. Анастасия Олеговна, ну, собственно говоря, мы о достаточно многом поговорили, вкратце мы много обсудили вопросов, проблем, которых практически нету, к счастью. К счастью, да. Ну, не знаю, несколько слов коллективу, может быть, коллег, может быть, пару теплых слов всем слушателям радио ФМНДНО. Ну, я думаю, нужно обращаться ко всем слушателям, слушают меня сегодня абсолютно все. Мне бы хотелось пожелать вам всем, в первую очередь, здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, чтобы наши меры социальной поддержки были вам только в помощь, ни в коей мере не служили тем самым единственным источником средств существования. Желаю вам успехов, всего наилучшего и удачи. Это была Анастасия Олеговна Крива, замечательный молодой специалист, заведующий отделом социальной защиты населения администрации Кубышевского района. Хорошего вам дня, спасибо за то, что вы уделили нам время. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...